Канал Дождь и проект Мемини представляют Health Kitchen Здравствуйте, это Health Kitchen, первая программа о здоровье, которую любят даже те, кто не стал бы смотреть другие программы про здоровье. Это потому, что у нас нет цели вам что-либо продать, мы просто рассказываем, что нужно съесть, чтобы на самом деле уже похудеть. Вот он тот самый неловкий момент, когда нужно говорить на самую заезженную тему. Еда, диеты, похудение, бла-бла-бла. Но, с другой стороны, как не говорить на эту тему, когда со всех сторон? Даже на самых популярных телеканалах в прайм-тайм нам говорят столько всякой ерунды. Волей-неволей приходится выходить на тропу войны с мракобесием. Итак, друзья, позвольте представить вам 4 главных мифа современной науки о здоровой пище. Итак, миф первый. Жирная еда провоцирует лишний вес. В одной из прошлых программ, когда мы уже говорили о холестерине, мы также говорили об этом главном заблуждении классической диетологии. Внимание, внимание! Если вы не слушали до сих пор, то послушайте сейчас. Если вы не хотите запоминать больше одного факта из всего, что я тут говорю, запомните, пожалуйста, вот этот. От жирной еды не жирнеют. Жирнеют не от жира, не от жира, а от третьей позиции на каждой этикетке – от углеводов. Как же гамбургера, спросите вы? А знаете ли вы, сколько в гамбургере углеводов? То есть сахара и крахмала? Спрошу я вас в ответ. В современных больших гамбургерах, которые весят по 300-400 граммов, содержится около 100 граммов углеводов. То есть, грубо говоря, полстакана сахара. Добавим к этому хорошую порцию картошки фри, эквивалент еще половины стакана сахара, а также здоровый стакан газировки, в котором каждые 100 грамм – это несколько ложек того же самого сахара. Таким образом, обычный обед где-нибудь в ресторане быстрого питания – это не столько жир, сколько гигантское количество сахара. В общем, друзья, лишний вес у любителей фастфуда произрастает вовсе не из жирного сыра или котлет, а из булок, картошки, сладкой газировки, адских молочных шейков и прочего сладкого мусора. К качеству котлет, кстати, тоже есть масса вопросов, но сейчас не об этом. Судя в том, что жир из пищи с огромным трудом запасается в организме, а вот любые излишки углеводов легко и непринужденно превращаются в жировые запасы. Это недавнее открытие совершило переворот в современной диетологии. В Швеции, например, это уже почти закон – урезать потребление именно углеводов призывают официальные государственные рекомендации по здоровому питанию. Эта простая идея уже имеет множество названий – низкоуглеводная диета, кетогенная диета, средиземноморская диета, палеолитическая, LCHF. Но все эти названия подразумевают одно и то же – как можно меньше сахара и крахмала, как можно больше здоровых овощей и здоровых жиров, в том числе сливочного масла, которое вполне себе реабилитировано. Миф второй – завтрак чемпионов, йогурт, мюсли, кукурузные хлопья. Ну, собственно, смотри, пункт первый. Большая часть современных йогуртов, если внимательно прочитать состав, содержит в разы больше сахара, чем полезных бактерий, белков и жиров. Речь, конечно, не о натуральных йогуртах без наполнителей, а вот именно об этих фруктовых, сладких йогуртах с ягодами, с лаками и всем прочим. На самом деле, единственный йогурт, который можно считать полезным – это чистый, натуральный и кислый, такой, который вообще-то мало кому придет в голову покупать. Во фруктовых йогуртах сахара не меньше, чем в лимонаде и других напитках, которые никому не придет в голову считать здоровой едой. Особенно это касается обезжиренных йогуртов. Вот эти все 0% – это все лишь рекламный трюк. Жира в них, конечно, 0, но это с лихвой компенсируется сахаром. То же самое касается мюсли и кукурузных хлопьев, которые по большей части состоят из углеводов, которые, в свою очередь, моментально превращаются в жиры в наших клетках и так неприятно скапливаются на талии и в других частях тела. Третий миф в нашем чарте – морковка полезна для глаз. Да, недостаток витамина А действительно может приводить к ухудшению зрения. Однако это вовсе не значит, что если есть побольше моркови, которая содержит провитамин А, это решит любые проблемы со зрением. В подавляющем большинстве случаев причина слабого зрения вовсе не по витаминозе. Хотя справедливости ради в этом мифе есть некоторая доля истины. Как показали результаты большого исследования, проведённого Американским национальным институтом здоровья, бета-каротины в комплексе с другими витаминами на 25% снижают риск макулодистрофии. Это такое очень неприятное болезнь, когда деградирует сетчатка. Но эта самая макулодистрофия развивается обычно у пожилых людей. Вот им, пожалуй, действительно не помешает есть побольше моркови и, например, натурального сливочного масла, которое, как известно, само по себе большой источник витамина А. А масляный жир, как мы теперь знаем, не несёт никакого вреда, а наоборот способствует усваиваемости всех жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К. И закрывает первую четвёрку заблуждений, известная с детства Максима о том, что нужно выпивать 2 литра воды в день. Эта цифра просто взята с потолка. На самом деле нужно выпивать ровно столько, сколько ты тратишь, и не больше, и не меньше. Эта цифра может отличаться день от дня и у разных людей. В жаркий день и во время тренировок она будет больше, в прохладный день меньше. Это нормально. При этом жидкость не обязана быть только и исключительно чистой водой. Да, есть научные данные, что кофеин, например, стимулирует диурез, то есть чашка кофе провоцирует выведение жидкости из организма. Однако, когда исследователи стали подробнее изучать этот феномен, оказалось, что таким мочегонным действием обладает только первая чашка кофе, и тренированные кофеманы не умирают от обезвоживания. Что, впрочем, не означает, что слишком много кофе может быть полезным и безопасным. Так или иначе, не нужно себя заставлять пить слишком многое. Пейте ровно столько, сколько вам хочется, и не нужно, пожалуйста, себя насиловать. Ваше здоровье! Субтитры создавал DimaTorzok